На этих стендах результат работы мастеров, чьи техники уже практически забыты. Почти никто не сможет отличить особенности кружеплетения на коклюшках от тамбурной вышивки и орловской бранки. И мало кто без словаря может сказать, чем занимались бондари, лачилы и трепальщицы. Ремесла эти и многие другие уже давно не существуют, да и название их вспомнит не каждый. Впрочем, есть в химках люди, которые поставили перед собой цель не только сохранить память об исконно русских промыслах, но и обучить мастерству. И основатель творческой студии «Эпохи» Любовь Камаева вот уже несколько лет успешно справляется с этой задачей. Здравствуйте, заходите к нам. Здравствуйте, Любовь Геннадьевна. Здравствуйте. Расскажите, что у вас в вашей школе творчества? Ну вот как раз вовремя пришли, у нас прошел первый выпускной нашей школы. Со дня открытия у нас вот работы детей висят как раз выпускников. Помимо живописи и рисунка мы, конечно же, их знакомим со всеми промыслами России. Мы хотим, чтобы промыслы России у нас процветали. Это наше народное достояние, наша культура. Давайте посмотрим результат работы России. Пойдемте посмотрим, да. У нас здесь есть работы, ну как преподавателей, так и детей. Здесь у нас вот есть работы по резьбе. Это как раз вот работы детей. Здесь в основном они начинают с плоского, естественно, да. Это плоская резьба, трехгранка. Потом уже у них уходит на объемные какие-то вещи. Идут у нас уже объем, рельеф, барельеф. И потом уже на малую скульптурку они уходят. Это вот у нас резьба. Вышивка тоже. Вот у нас много образцов по вышивке. Вышивка разная у нас. Ну, естественно, как бы гладь, счетная гладь. И гладь по рисунку, она самая простая, наверное. Счетная техника, самая сложная. Потому что, ошибаясь в одной ниточке, уже весь рисунок ломается. Приходится распускать и начинать заново. Ну, моя любимая – это золотное шитье. Потому что это, ну, так у нас на Руси, да, самая богатая техника. Жемчужная, золотая. Пришла она с облачения церковных, эта вышивка. Потом она стала светской уже. Естественно, это дворянская была. Кстати, много мужчин раньше вышивала. Сейчас уже не вышивает. Вот у нас кружевоплетение на коклюшках. Девчонки коклюшки перебирают, шум стоит. Но им это очень нравится, успокаивает, как медитация идет. А что это за платье? В какие времена это вообще носили? Вот здесь вот у нас представлена часть коллекции Надежды Петровны Божьевой. Это моя преподавательница по вышивке, по народному костюму. Это как образец, да? И они по этому костюму создают. Ну да, это как образец представлен в плане того, что можно на основе русского костюма, на основе русской народной вышивки создать современные вещи. То есть вот эти тоже, как бы, костюмы, они созданы по мотивам золотного шитья, по мотивам, допустим, тамбурной вышивки, да, вот эти вот какие-то вещи созданы. Мережки те же использованы, уже забытые мережки, которые, ну, уже больше, наверное, никто и не сядет. Если у нас крестецкая строчка сейчас возобновилась и она действует, то многие вышивки уже исчезли, такие как рязанская вышивка, там уже единицы, которые занимаются. Это очень трудоемкая работа, и сидеть по счету, считать ниточки не каждый захочет. Для тех, кто будет заниматься в дальнейшем, допустим, созданием одежды, да, то есть начинается это, естественно, с плоского. Они учат просто какой-то элемент вышивки, да, вот где-то счетное, где-то там по контуру. Потом, если кто-то у нас, ну, постарше, естественно, будет желание заниматься дизайном одежды, вот это идет от эскиза до готового изделия. То есть мы должны будем сначала отобрать какую-то модель интересную, но на основе народного костюма, потому что хочется, чтобы какой-то отклик русского костюма все-таки остался. Наши кутюрье много теряют, глядя на зарубежных кутюрье, потому что мы все привыкли восхищаться. Ой, как красиво там какой-то кутюрье выставил свою коллекцию с вышивкой. Но на самом деле, в принципе, вся вышивка России гораздо объемнее, гораздо больше и интереснее. И по большому счету они у нас берут. Не мы у них заглядываем, а они у нас. Они приезжают в какую-нибудь глубинку Рязанской губернии, смотрят вот эту красотищу, вот эту цветную переведь, и потом создают изделие, а мы восхищаемся. Очень обидно становится, когда вот вышивкой, конечно, вот наши дети не знают. Это мой дипломный проект. Это вот как раз от эскиза до готового изделия. Это моя дипломная работа. Я ее делала в мастерских Юдашкина. То есть юдашкинская модель ее тоже демонстрировала. Это по мотивам золотного шитья. Нас учили, используя народное искусство, делать современные вещи, их как-то перерабатывать, и уже чтобы это носилось сейчас и было модным. Это самый, мне кажется, правильный вариант, потому что промыслы надо поднимать, и многие уже настолько в плачевном состоянии, что очень обидно, очень жалко, многие промыслы просто исчезли. Помимо ремесел, которые мы основные предлагаем, это вышивка, кружево, плетение на коклюшках, резьба по дереву и кости мы предлагаем, ткачество. Сейчас мы хотим запустить глиняную игрушку. Это такая как дымковская, да, там скопинская игрушка, филимоновская. Мы, естественно, обучаем детей живописи рисунка, потому что не имея навыков рисунка, дети не могут те же эскизы сделать. А эскизная часть – это основная часть, потому что эскизы от руки дети должны делать. Мы ходим на пленэр, то есть сейчас на улице мы занимаемся, когда тепло, мы занимаемся, дети изучают ботанические рисунки, потому что они должны видеть вот эти мелкие вещи, когда листочек прикрепляется там к какому-то стебелечку, как он прикрепляется. Эти детали нам дают потом возможность в той же вышивке видеть мелочи. Вот копание в этих мелочах. Та же малая скульптурная форма, особенно резьба по кости – это как раз вот эти мелочи. Не видя вот этих мелочей, они не смогут делать какие-то тонкие работы. Та же ювелирная мастерская, она занимается как раз вот этими мелкими вещами, мелкой пластикой. Как у вас вообще возникла идея создать такую многопрофильную школу и с чего все начиналось? Ну, вообще, идея давно у меня зародилась, потому что, ну, закончив, изучая вот эти все промыслы России, да, закончив МХП имени Калинина, естественно, работы по специальности нет. Очень было как-то вот больно и обидно за то, что все это как-то в никуда уходит. А мы это дело любим, да, мы любим наши промыслы, народное искусство. Вот собрала с соратников, да, вот мне помогает Надежда Петровна Божьего, это моя преподавательница, она нас всех выучила, кто здесь работает. Нас поддерживают все преподаватели, мы связь до сих пор держим с преподавателями. Это все ваши одногруппники? Не совсем, не совсем. Кто-то на 10 лет старше закончил раньше, кто-то младше, кто-то вот... Мы учились в одном университете. Вылетели. Поэтому я знаю, чему там учили, я знаю, как там учили, я знаю, насколько много в нас вкладывали. Поэтому наши специалисты, я именно наших ищу, чтобы вот это место было действительно пропагандой промыслов России, народного искусства, сохранением ремесел, да, только наши смогут это сделать. Если резчики наши, то они проходили резьбу по камню, по кости и по дереву. Причем все. И по Волжье, и Север, и Центральную Россию, они все вот эти ремесла, они проходили. Поэтому мы вот как-то старались вот объединиться и стараемся передать все свои навыки. Вот всем детям, желающим изучать ремесла, и взрослым тоже. Какие требования к детям? Только желание. Вот просто вот когда ребенок приходит, загораются глаза, видя ремесла, видя вот кружева на коклюшках, да, там, вышивку, резьбу, у нее такие глаза большие, она, мама, я хочу, все. Мы таких детей просто обожаем. Мы говорим, первый раз вижу ребенка, который там сказал, какая вышивка, все, это наш ребенок. У нас есть такие дети, которые занимаются уже несколько лет резьбой, например, девочки, не мальчики, девочки. Скульптура, резьба, вот ей все это интересно, она попробовала ткачество, она занималась всем. И пришла к тому, что надо живопись рисунок, потому что дальнейшая судьба у нее уже будет связана с творчеством. Она пойдет дальше, без рисунка, без живописи ей не поступить. Поэтому это основная художественная школа. Рисование ей надо будет для поступления. А куда еще дети поступали после того, как у вас занимались несколько лет, а потом решили связать свое будущее с тем или иным ремеслом? У нас, дети, прошел только первый выпуск художественной школы. Это 4 года, как положено по программе художественной школы. И эти дети, вот двое у нас будут поступать, одна в архитектурный, другая у нас будет с дизайном связана. За ними идет группа, там 4 человека уже намерены поступать, тоже с художественными всеми вузами они сейчас выбирают. Я думаю, у нас с каждым годом это будет просто расти больше и больше желающих, потому что мы стараемся дать сильную подготовку для поступления в вуз художественный. Вы являетесь инициатором фестиваля «Арт-пространство». Расскажите, как идея пришла вам в голову и кто помог ее реализовать? Да, «Арт-пространство» фестиваль я провела уже два раза. В сентябре мы планируем третий фестиваль. Естественно, я обратилась за помощью в администрацию в первую очередь. И к нашим депутатам. Мне помогла Юлия Владимировна Мамай и Надежда Ивановна Смирнова, потому что я с ними сотрудничаю по многим вопросам. И наш проект как бы начал свое существование. Вот уже третий будет у нас в сентябре. Это арт-пространство для всех творческих людей, не только химки. У нас были гости, у нас были в первый фестиваль у нас приезжали с Нижнего Новгорода, с Сергиева Фасада. Естественно, ближайший Зеленоград, Красногорск, вот эти все ближайшие тоже были. У нас было очень много мастеров своих, химкинских. У нас творческий город, надо сказать. Не только спортом мы занимаемся. Поэтому очень хотелось бы вот это расширить, чтобы географию расширить в первую очередь, чтобы к нам уже знали наш фестиваль, чтобы к нам приезжали. Хотелось бы, чтобы кузнецы были, чтобы большая направленность именно на промысла, на ремесла. То есть я с этой точки зрения, я хочу, чтобы была пропаганда ремесел, народного искусства. Чтобы вот это вот все в одном месте, вот в одно время, одно место, вот все люди знают и приезжают. Тогда было бы интересно не только нашим местным жителям, чтобы это было интересно и другим городам, которые приезжали бы и вместе с нами вот отмечали такой праздник, большой творческий праздник. Я желаю вам удачи. Думаю, что у вас все получится. Спасибо большое. Я очень надеюсь, что к ремеслам будет у нас интерес, что у нас все-таки и взрослые, и дети заинтересуются. И эта ниточка будет продолжаться, да, из поколения в поколение передаваться. От отца к сыну, от матери к дочери.